думаю кто там сзади сопит вот такие собачки несутся почуяли свободу они могут хозяина хозяина даже не слушать то них решили понасиловать по запрячивать в такие нарты все типа поклонники канады но это шиза опять очередной абсолютно непрактично по укатанному снегу нарты гонять развлечения для богатеньких до снега совсем мало утоптан укатан полтора месяца нормального снегопада не было какое-то жидко редкая практически с прошлого года нормального снега не было морозы были снега нет хотя вроде как выпадало много в городе а тут что-то его плюс вот видно пригревала там где сажа он вот пару дней была очень теплая погода и там где он черный даже слегка подтаял вдруг ну сегодня двадцатник холодина 20 мороза поэтому даже вот руки мерзнуть приходится прятать камеру чтобы она не приказала долго жить черт я так много говорил и ничего не записал а сейчас было красиво гоняли вороны птицу великолепная панорама на прилегающие сопки город локаторы сторожащие наше небо и дорогу раскатанную снегоходами и кроме снегоходов еще вдобавок этими квадриками квадроциклами вот как ее подмыло она продолжает разрушаться скоро уже здесь стропы не будет вот я ой пытаюсь пробраться потому что добавилось снегу сантиметров 30 курином присесть под деревом пробираюсь можно спуститься пойти по дороге ну не хочется хочется пройти по лесу просто два момента было не снялись они красиво пела птица но и испугал квадрик прям приветствовала и гоняли вороны хищника какого-то птицу тоже две вороны гоняли своего конкурента причем прямо надо мной пролетел с того берега они его выгнали отсюда в лес и вернулись обратно к себе видимо помойки делят дорожат свою помойку там где поселок на той стороне полтора месяца снега не было как я уже говорил мороз стоял потом коньки не получалось у меня сюда выбраться и вот наконец сегодня преодолев лень собрался и собственно хотелось место проверить свою пару еще полезных дел ну не получилось народ ленивые у нас компанейски выбраться не получилось поэтому такая инспекционная прогулочка по тайге близлежащий хотя что может за зиму измениться речка русло не поменяет деревья не повалится ураганом в общем ничего особенного строек никаких нет поэтому просто погружение в природу так ну и дальше тропу нет я смотрю значит народ туда вообще не ходил ях придется мне выходить на тарик тропу не хочется поэтому придется мне по этой дороге выходить она можно низом пройти но тут тоже по замерзшему руслу ничего хорошего ладно придется выходить на снегоходную трассу по снегоходной дорожки вот эта дорожка кстати новая то есть не по руслу идет а вот здесь вот прокатали они тут после наводнения был бурелом на про . осталось они видно и прокатали там наверх подъем ну там наверно выше тропу нет сейчас гляну хотя может и быть просто ради любопытства ну мне низом удобнее добежать я уже почти пришел да есть тропах странно как а ну ладно вот какие буреломы засыпано все снегом идти по непроторенному практически ноги поломать там потому что куча поваленных деревьев то есть будешь проваливаться по колено а то и по пояс еще и спотыкаться об закопаны деревья ага все значит этот пятачок это у нас снегоходом они раскатали мне придется идти вот здесь понизу в лесу как холодно собачья тропа это лисы собаки ну это собака бегала не лиса но тут лед собаки кстати молодцы ой протоптали крепко за зайцем по заячьим тропам гоняли в общем мне осталось совсем немного кисто метров 200 пройти я выйду на реку собственно я уже выйду своей точки в базе вот до конца вот этого пространства замерзает телефон в лесу резко холоднее чем в городе градусов на 4 на 5 поэтому я долго снимать короткими по минуты полторы по 2 больше не могу замерзает камера люди практически зиму не ходили тут что грустно в общем что говорит о том что народ стал ужасно ленив даже на такое смешное расстояние может по речке где-то ходили на лыжах на снегохода а так вот по лесу нет следов так что я почти первопроходец шел я шел и вдруг мне вот этот небольшой выворотень перегородил куст смывший смытый упавшее дерево пришлось не вот поверху облазить уже почти финиш а а под ногами хрустит лед прям он там да и тут ломаются ветки промерзшие сухие ну спасибо собакам утоптали вот дать следы бегали веселились и ручки вспоминали дикую жизнь собаки дикие полудики и штуки 4 тут стая таки выживают бегают достаточно опасные потому что они знают хорошо человека опасно и не для детей так ну что туда мне не надо мне надо вот сюда подниматься на борт на бочину на эту и вон уже там спуск как бы обратка засыпанная тропа вон кедр мой любимый великолепный ориентир видно его хорошо ну вот по колено уже есть по колено глубина снега ну он рыхлый поэтому идти по нему удобно не мягкий не мокрый сухой промороженный он он кедр зеленый тайга и вот уже мой бивак будет наклоненное дерево не стал я экономить пуша по дороге все банально эти захотелось не по лесу пройти обратно двину наверно по дороге по реке а мне интересно там все укатана на ежен плюс шум гам мешает снимать если едет снегоход так вот здесь вот пройти придется ну все равно силы тратятся по здесь уже больше чем по колено по глубокому снегу без снегоступов выйти крайне неудобно в принципе я так и думал что будет много снегу но я все думал что будет тропа люди ходят а люди вообще никак поэтому я сейчас что буду бивак вспоминать где хоть у меня бревна тут положено а вон она пока выключусь замерзает 12 часов 1 минута я добрался прям вышел четко на свой лагерь вот уже откапывают бревна но неплохо засыпал я даже сначала прошел мимо вот для палочки вот никого не было то есть с осени сначала когда я был последний раз ноябре числа так 20 какого-то фильм снимал там помнится было чуречка была не замерзший показывал вот сейчас откопаю туда же немножко дров есть на запасы мне костровище где-то тут камни очаг выложен засыпал очень хорошо потому что вот я даже никакой не взял картонки лопатки мог бы конечно вспомнить что просто сильно торопиться вот стенки стенки камни и не видно ничего присыпано очень хорошо это бывало и больше снега здесь просто выдувает а там он вымерзло настолько что река провалилась можно сходить потом посмотреть прям такая яма ложбина интересно как видно если так ладно сначала в лесу огонь потом все остальное потому что не май месяц вот они камни показываются у меня конечно чай прочее термосе но хочется просто у огня посидеть так бросаем ковырять это где-то дров надо набрать в тут прям сухих пила есть разберемся на пилим есть пила все остальное вами юрич продолжаем сюжете с зимнего леса сказать что я совсем не готов походу было бы неправильно я очень хорошо готов у меня вот напилена уже дрова сейчас еще принесу и будем пиршерство может еще похожу поснимаю вот уже принес присмотрена еще с осени дерево ясен к сожалению он сыроватый потому что его смыло и он хоть и лежал зимой но зимой он замерз и вон ведь зеленый нас пили хотя жизни уже у него не будет вот это огромное дерево и собственно я на нем и сижу как бы начало у него моего белака сейчас до грибу сухие и вы и слегка сыроватый но хорошо горящий ясен с углями со смолой но я смотрю что ветра нет дыма так думаю на меня не будет поэтому ничего страшного вот этот валежник холопы собрали валежник можно зажигать тут у меня зажигалка в кармане а это я сам побрился кстати кое веке наконец время нашел так я взял на запас всяких бушных чеков экологически короче чтоб не выкидывать это в помойку мы это все сожгем вечный недостаток на морозе зажигалки газ я очень плохо ведут поэтому с ними проблемы но я думаю разгорится что тут еще о карточке на горнолыжный курорт так я не съездил не собрался 12 часов 27 минут горит не хуже чем крыша собора нотердам де пари во время пожара недавнего до год назад лет полтора там сколько неважно тепла конечно не столько же может не так красиво потому что никто не видит но зато очень неплохо сейчас прогреет вокруг пространство под нагреет камушки будет вообще хорошо потому что все таки хоть и в теплых носках теплые носки под ботинками но все равно и мотинки на меху ну зима я зима 20 ник 22 где-то градуса то есть пока садишь пойду еще притащу несколько палок хотел бы туда сходить показать достать бутерброды пропить чаю тут можно даже отломать на хорошая нет здесь мягкая уже в принципе я доволен тут просто мелкие ветки собрать мелкие ветки тоже полезно нельзя добру пропадать надо быть врачительным хозяев на растопку но еще что-то может на следующий раз плохо что снег внизу не успел я до углей докопать докопал конечно не так как хотелось и падает снег и начинает таять можно попить чай что ветерок потянул это как всегда придешь устроить и тут начинает ветер ну в ответ на это у нас есть любому ветру на зло есть у вас вот такая штука забыл статив но это как всегда спешки собирался что ты сейчас поближе чуть-чуть костру подберусь прогорит углей будет больше дятел стучит не знаю слышно нет гостей пока никто не прибегает не подлетает это грустного хотя на ходе лес поздоровались песенку спели красивую которую песню просто персонально для меня потому что клёст этот перелетел за мной сел прямо напротив исполнил в четверостишь я свою и потом ускакал испуганы снегоходом он какой веселый мой дымок поднимается симпатный единственное ветер что-то вдруг начал не сильным такой временами это вот лыжники видимо ходили до лужня дошли потоптались и утопали а я хочу посмотреть на дорогу старое мое место про которое масса фильма была снята все она исчезла смыла все полностью все грядки все плантации клубники малины винограда много чего полезного черемухи грустно конечно реках как везде катаклизмы сумасшедшая сбесилась выворотила берега вот видно вот здесь помните я палатку тестировал остров тоже уменьшился в размерах потому что часть его смыла то есть ровно половину его смыла даже на две третьих 1 3 осталось вот он то есть был заросший его сейчас вот чуть-чуть осталось и фатнию пробила протоку еще одну и здесь вот я могу какая она огромная да солидная то есть это видно вот какой был лед яма кстати заметная была тем не менее воды мало на удивление то есть все ухнула может еще где-то там сейчас по похожу я аккуратно сантиметров 30 50 льда на не меньше 30 только тут и там еще все промерзло ну морозы были такие что все проморожены вот и да и не течет то есть река вообще ушла куда вот представляете тут не постучишь даже какие происходят удивительные вещи а был год когда наоборот воды было много вот он лед уровень да на момент замерзания вот представьте полтора метра раз и нет воды что происходит с климатом непонятно лишний раз задуматься над этими вопросами то есть это я вот стоял здесь на берегу снимал по 8 когда уже вода не сильно то большая была хорошая ямка так пару метров было дерево прямо отполированы его волокло так содрала в курсе хорошая кстати прошлогодние не старые вот весной прошлым годом смыло вот еще потенциальный тоже ясень этот кстати сухой может к нему сходить спилить красивые ветки длинную можно даже лежанку сделать гамак натянуть они толстые ну ладно не сейчас ну а тут наезжена трасса снегоходами по руслу реки идет тут в принципе все оживленно если бы не заячьи следы не собаки не лис было бы казалось бы что это вообще город парк городской хотя по сути так и есть окраина города по сути парковая зона просто все запаршивлено не ухоженно ладно ноги что подмёрзли сидеть пойду еще погреюсь костерка интернет тут по моему плохой раньше был нормально сейчас можно попробовать включиться ну а весной боюсь тут тоже будет опять весь снег это таять и воды будет до черта и опять подрихтует берега чуть-чуть тут по унесет поразломает надо еще швейцарским ножом отрезать русского черного хлеба с мясом подкрепиться то завтрак был совсем легкий так подкинуть углей падает прогорает попадает снег так сейчас прогорает попадает снег тут уже в центре вроде как дошло до земли уже не тает воду растопила по центру просто можно и толще бревна закинуть но смысла нет потому что я на час на два ненадолго пару часов и ничего такого капитального ночевки нет вниз хотя мысли такие возникают перепады очень резкие температуры то есть поэтому ночью может и 30 несмотря на такую идею интересно в общем климат ведет ну бы еще раз игру повод задуматься что происходит с планетой без всяких зато нет никаких коронавирусов странно с погодой посидел я начался ветер чай допит в общем бутерброда остались еще ну все дела сделаны разумеется не забыть местных костер тоже почти прогорел ну вот камушки появились уже вон они конечно еще далековато до полноценного очага мясо в нем жарить проблематично камни холодный но все равно хоть что-то надеюсь снега пока не будет гигантского тот прошлый раз я снимал когда фильм здесь буквально через два дня грянул такой снегопад при себе пришел первый снег было почистил и все опять засыпал а потом еще один снегопад и я что лень было идти по снегу дел куча а потом 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 о как дымит а потом зима с морозами с холодными совсем с холодными под минус 40 ну день неплохо проведен ничего не полностью еще полдня впереди заряд оптимизма получен от общения с природой со стихиями сейчас два человека парочка прошли но страны они проторенной тропе хотя было видно куда я свернул могли пойти по моим следам но что-то странно верха мы даже не вышли на эту самую погрею чуть-чуть ноги и будут тоже собираться второй час дня может даже пойду через поселок сниму виды как тут развивается перспективно не хочется ничего добавлять ну виды я уже показывал как-то поселка ну просто еще более разрушены еще были лиц этого на швейцарии остается сзади моя база мой бивак и вот топу я по речке ухты все-таки кто-то пилой поработал залом распилили это хорошо вот дерево даже на дрова видимо кусок бревна у вас красивый да завалила красотица просто какой каяк тут вообще так то не пройдешь по берегу пешком не то что на каяке при этом будет бешеное течение это вот петляющее проплыть шансов вообще невероятно мало без приключений только на матрасе моментально с него спрыгнуть а на лодке с веслами не очень удобно а вот торчит какое-то бревно но это видимо таскал кто-то а это не бревно это пенопласт труп магистрального отопления лежит но там так избушка какая-то так она и стоит ну и выхожу я к рак окраином города каких-то 500 метров и поселок 500 метров по реке и 200 метров от берега пойдут улицы города вот такие бревна света наворачивал закидывала наверх представьте какой был уровень воды подмывала огромные деревья на бок сваливала частью весло уже вот лежит огромный присыпано снегом несуточно в общем то кажется что речка маленькая вперед линия на он там сносила по берегу даже подумала с берега он огромный дерево потому что река течет с гор тут ее нижнее течение но от этого ее горный скверный характер капризных коварных не меняется но здесь прям раскатали прям целый полигон для снегохода от дым уже все видно в общем дальше я так думаю снимать смысла нет экзотика закончилась вид на стену вот по которой я пробирался суда то есть это берег подмытая сейчас выше по течению нахожусь он она какая высокая очень метров ну 8 на 6 6 на 6 7 лет хотя может до среза воды и 8 вот так она вот подумать а был более-менее такой не сильный утес был как бы нормальный берег и вот это все прямо бьющее течение но это все раздолбал вместе с деревьями с огромным вот а здесь уже свалка какой-то техники убитой появилась не было этого помойки эти сюда ведут хозяйственную деятельностью рядом с рекой что запрещено всем на все насрать типично русской запрещено 200 метров от реки его свалка гсм мазут все это льется вместе с дождем быть смываться в речку который либо заходит красный не ресницы до сих пор заходит на удивление несмотря на то что человек и всячески мешает и отправляет такая тяга вечно все вот я вышел прощальный кадр всем спасибо кто досмотрел до этого места очень вам признателен еще один планчик с горами столбы мешают закрывать не знаю получится ли снять сопки на том и стороне амура где-то в трех километрах с половиной в четырех метров по 250 они высотой а те особки конечно ниже вот выхожу я по снегоходной трассе прям уже деревень тут кто-то тоже себе что-то строить все это уже финал